21 января 2023 года на канале Андрей Тюняев вышел фильм «Тайные причины войны», в котором автор рассуждает о том, что причиной войны со стороны Европы стало противодействие зелёным. По мнению автора, зелёные разрушающие действуют на промышленности государства, в силу чего Запад пошёл на эскалацию конфликта, в ходе которого лишил зелёных части финансовых потоков. Всего через две недели, 4 февраля 2023 года, СМИ опубликовали материалы, в которых точка зрения писателя и политолога Андрея Тюняева получила подтверждение. СМИ вышли с заголовками типа «Германия перенаправят зелёные субсидии на производство оружия». Блумбек уточнил, ФРГ обсуждают перенаправление выделенных на отказ от угля средств на оборону. В декабре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц признал дефицит боеприпасов в Бундесвере. Но деньги на покрытие этого дефицита можно было взять из разных источников. Однако власти Германии предпочли обобрать зелёных. И теперь они рассматривают возможность перенаправить субсидии, выделенные на закрытие угольных электростанций, на военные нужды с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты. Вмешательством в украинские события Германия искусственно создала у себя энергетический кризис. Из-за него минувшим летом в Германии возобновили работу две угольные электростанции в условиях газового кризиса. А теперь речь пошла фактически о прекращении финансирования зелёных. Года два тому назад в Европе окончательно разгорелись так называемые зелёные технологии. Я тогда делал несколько роликов, несколько фильмов о том, что это абсолютная утопия такого, знаете ли, негативного плана. Потому что никакие зелёные технологии, они никогда нам, землянам, не пойдут на пользу. Объясню почему. Почему? Большинство людей имеет гуманитарное образование, и эти люди мало когда понимают работу механизмов, в том числе и по добыче энергии. Кроме слова энергии, самого слова энергия, эти люди обычно глубже в вопрос не проникают, потому что им это вовсе и не нужно. Их интересуют большие, глобальные, огроменные категории, которые, как всегда, прячутся за большими количествами никому непонятных и ничего не обозначающих слов. Я вовсе не критикую гуманитариев, просто даю вам такую небольшую установку, что ли, ориентированную на то, что гуманитариев к вопросам технологии подпускать нельзя, потому что это не их область знания. Как, в общем-то, может быть и обратные процессы, их тоже надо было бы, наверное, соблюдать. Так вот, проблема состоит в том, что каждая энергия, которую мы с вами пользуемся, она выполняется и выпускается вполне определенным образом. И если человек обладает техническим образованием, он всегда понимает, что со временем, с течением нашего человеческого цивилизационного времени, технологии добычи любого вида энергии, как бы энергии в среднем, они идут по той самой тропе, которая со временем усложняется и удорожает произведение энергетических технологий. Если раньше нам хватало своей собственной силы, чтобы расколоть дрова, затопить печь, и это было финалом наших энергетических поползновений, то сегодня мы уже достигли сначала различных ТЭЦ, потом других уже ГРЭС, а теперь уже и атомных электростанций АЭС. И дело в том, что действительно мы на эту сторону, на сторону возникновения энергии можем смотреть с двух сторон. Нам, как каждому человеку, который сидит в своем дому или в своей квартире, пользуется своим выделенным количеством энергии, новая энергия, энергия нового образца, она преподносится по гораздо более низкой цене, потому что совокупное производство этой энергии стало намного более громадным, и, естественно, затраты, даже большие затраты, ложатся на это количество меньшими долями в отношении каждого из нас. Надеюсь, вы поняли. И главное здесь понять, что даже наиболее дорогой вид энергии по своим вложениям на единицу добывания вот этого, знаете, такого отраслевого гиганта, как АЭС, то есть там, представляете, какие технологии, и сколько туда вложено ума разработок и всевозможных открытий, даже они в результате дают электроэнергию гораздо более дешевую, чем, например, та же самая древняя вязанка дров. То есть, с одной стороны, у нас добывание энергии вырастает в разы по своей цене, а получение и трата энергии падает в разы по своей цене. Все из-за того, что перемалывается огромное количество энергонесущего вещества или субстанции. Вот такая система у нас есть. И когда в свое время, два года тому назад, ну это был пик, просто вы помните, наверное, когда в свое время какие-то зеленые появились на политическом небосклоне с такими уже вывысками, что давайте останавливать различные заводы и предприятия, которые, видите ли, коптят небо, вот тогда зеленая проблема в виде этих зеленых, зеленых, ультра, ну скажем так, ультразеленых фашистов, она проявилась уже полностью. И стала угрожать цивилизации Земли. Я для того сейчас этот зеленый монолог затеял, чтобы дать вам понять, что проблемы мирового характера, такие, как сегодня проявились и проявляются в той территории Украины, которая подвержена различным колыханиям, таким военного плана, эти проблемы, они всегда выступают вместе в некотором таком пучке. И говорить о том, что, например, ситуация на Украине устроена только для того, чтобы Зеленского сделать миллиардером? Нет, это не совсем правильно. Хотя миллиардером он стал в самые короткие сроки, не делая ничего, грабя свою страну, размещая в ней долговые обязательства для других стран за счет украинского народа, который будет теперь платить за эти обязательства долги триллионами лет. Какой-то Зеленский, ну извините, мое отношение к нему не очень хорошее, какой-то Зеленский обокрал ни родственную, ни родную для него страну, обокрал на колоссальные средства, и никто как бы в мире этого не видит. Но это одна только грань вот этого граненого украинского стакана. А есть и другая грань. Давайте посмотрим на всю эту ситуацию как ситуацию гашения зеленых технологий. Она тоже имеет право на существование и после всех остальных других гораздо более дорогих граней, как, например, торговля оружием, как, например, полигон для демонстрации, о чем уже говорилось много, и что уже давно признали все эти западные политики, которые совершенно далеки от собственного ума и лопочут только то, что им позволяет удержаться на плаву в демократических странах, которые существуют за счет темного выбора ничего не понимающих масс. Да, вы можете со мной поспорить, что народ, в общем-то, мудрый. Я соглашусь с вами, народ, в общем-то, мудрый. Но когда дело доходит до высоких технологий, в том числе и политических, находятся гораздо более мудрые персонажи, не народы, а персонажи, которые обмазывают любой народ. По крайней мере, мы с вами все время это видим. И по отношению к нам тоже вырождаются такие же ситуации, когда нас просто так обманывают, как, например, это было с введением, вернее, точнее, с невведением и последующим введением той самой пенсионной реформы, которой как бы вроде и не было. Реформы-то не было, а нам пенсионные сроки всем подняли, кроме, кроме, кроме некоторой части граждан. И когда об этом задумываешься, то понимаешь, что пенсионная реформа выполнена вовсе не в рамках сторонников самой пенсии и государства, а в рамках тех чиновников, которым надо подольше побыть у государственного корыта и побольше и побольше навороваться. То есть, поднимая пенсионный возраст чиновнику, ему дают возможность кормиться у государственного корыта. А остальные люди, которые не допущены этой же кликой к государственному корыту, они обречены на почти вымирание. Это сегодня было еще раз понято теми самыми французами и испанцами, которые теперь сталкиваются с полицией родных государств на улице и все время думают, ну как же так, выбирают очень хороших людей, а эти люди их потом нагибают по всем параметрам в любую сторону. И я вас уверяю, пока люди не поймут одного простого принципа, никакого счастья не будет ни для какой страны, ни для какого народа. Во власть нужно выбирать только представителя своего народа. Тогда он, хоть с какой-то долей вероятности, будет заботиться о своем народе, который его выбрал. Сейчас у нас во всем мире идет такая кутерьма, что везде народы выбирают только не своих. Я уже говорил об Украине, когда Зеленского выбрали из того государства, которое все время воюет, все время. Представляете, с 48-49 года, как его сделали, это государство, так оно никак не может вывести ни из какой войны, ни из гражданской, ни из какой-то соседской. Естественно, его люди, этого государства, приносят с собой и на Украину принесли, в том числе, ту самую войну. Они не могут по-другому, у них другой шаблон, у них действует в голове только война, обворовывание народа, который их избрал, разворовывание бюджета этих стран, и смывание в альмаматор, как это поступили все и олигархи, и все остальные, все они там скрываются от различных видов правосудия. Так вот, возвращаясь теперь к зеленым технологиям. Зеленые технологии в разрезе тянущейся войны, они тоже самое имеют право на то, чтобы их в этот момент пресекали. До чего они дошли пару лет тому назад? Я уже говорил, что пытались зеленые вот эти фашисты, пытались разрушить производство во многих странах мира. Зачем это нужно было? Затем, что зеленые фашисты пытались создать свою политическую силу, которая сначала бы ради прекрасной какой-то идеи стала бы контролировать производственные мощности всего мира, а потом, как всегда, монополия бы этой зеленой партии привела бы к колоссальному, чудовищному, фашистскому псевдогосударству во всем мире. Сначала это были бы отдельные страны, а потом бы в нужный момент появился бы очередной Гитлер, который бы всех нахлобучил, и который бы всех прогнул до такой степени, что везде был бы введен такой жизненный момент, когда нельзя было бы поднять голову, если ты не зеленый. Такая практика действует всегда. Это был не первый вариант. И вот теперь представьте себя на месте тех самых промышленников, на которых наезжают те самые зеленые. Сначала это слабые наезды, потом это более сильные наезды, потом запрещение целых предприятий, потом нахлобучивание государственных аппаратов, и уже с государственных трибун начинали трещать, что как бы нам свою промышленность загасить, чтобы, знаете, не коптить это самое небо. Вы представляете, к чему это все шло? А у нас сегодня вся наша промышленность, все наше с вами жизнеописание жизнедействия, они построены на торговле энергоносителями. Вся цена, полностью цена любой продукции состоит только из трех частей. Первая – это рабочая сила, небольшая, скажем так, часть. Вторая – это логистика, то есть транспортные расходы. И третья – это как раз энергетическая часть. Когда вы берете какой-то продукт и начинаете его выпускать, всегда основу его цены составляет, колоссальную основу цены его составляет, та самая энергия. И вот последующие зеленые технологии, если бы они были введены, они бы нас привели к каменному веку, потому что разрушены были бы основы производства. Основа производства – это долгие процессы, это столетия формирования цивилизаций, которые могут прокормить такое количество людей, которое у нас сегодня есть. И если все это разрушить, то будут обычные поля людей, которые не могут пропитаться не то, что там каждый день, но хотя бы раз в неделю, потому что все средства на производство вот той самой жизнеподдерживающей силы, они будут уничтожены этими зелеными. Конечно, я понимаю некоторых людей, которым хочется чистого неба над головой, может быть, какого-то более чистого воздуха, но эти люди всегда забывают, что производство внутри закрытой системы, а Земля является закрытой системой, оно не несет никаких изменений для самой Земли. Поэтому сколько бы мы не добывали здесь, например, уголь и не сжигали его в своих печах, ни к чему отрицательному это привести не может, в принципе, нашу цивилизацию, потому что этот уголь мы добыли неоткуда-то и привезли на нашу Землю, и он здесь чужеродное вещество. Мы добыли его у себя здесь, произвели здесь с ним соответствующие какие-то телодвижения, и уголь как был частью нашей экосистемы, так и остался этой частью этой экосистемы. Не углубляясь дальше в дебри экологии и экономики, я вам предлагаю задумываться как-нибудь, подумать о том, что эта война используется сегодня в разных перспективах, и одна из перспектив – это уничтожение зеленых полчищ вот этой человеческой саранчи, которая уже выступила тогда, два года тому назад, против всех цивилизованных производств, мечтая, может быть, как я сказал, взять их под контроль, но визуально и заявлено. Эти тенденции, которые были проявлены зелеными, они озвучены были так, что, мол, вот мы сделать хотим хорошо людям, дайте нам полномочия, и мы это хорошее сделаем. Сегодняшняя ситуация, в том числе и в Германии, и в соседних с ней странах, показала, что все эти зеленые технологии – этот пшик, пшик на теле нашей земли. Да, стоят огромное количество ветряков, стоят они действительно, они что-то производят. Да, действительно, существуют отдельные дома, группы домов, которые работают на электрической энергии, полученной от солнца. Все это есть как опытные образцы. Но мы-то с вами, народы, мы-то не опытные образцы, мы-то должны питаться и жить круглосуточно, и каждый день. Нам эти опыты не нужны. Нам нужны моменты, когда мы переживаем нормально зиму, различные половодья, другие все вещи. Нам нужна энергия, которая идет все время, а не в опытных режимах. И я думаю, что если сегодня спросить тех самых немцев, которые каким-то образом чуть ранее сталкивались с этими ветряками и с их энергией, я думаю, что они все-таки в них немного уже, или много даже, разочаровались, потому что ветряки ветряками, но вот пришло время, когда на них понадеялись многие, и надежды эти вернули людей к углю и дровам, а также к хворосту в лесу.